Привет, я Женя, а это пользователи YouTube, которые пытаются разорвать яблоко руками. Они не одичали, просто в сети вот уже неделю новый челлендж «Портить фрукты». Надеюсь, компания Apple это издевательство над яблоками отношения не имеет. И это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Какая панорамная камера стоит, как квартира в Москве? Работает ли виртуальный шлем от Sony PlayStation без приставки? И кто отправил пользователей iPhone на морское дно? Для поклонников яблочных смартфонов появилась виртуальная социальная сеть. Теперь видеться с друзьями и проводить совещания можно совершенно в неожиданных локациях. Называется виртуальная социальная сеть VTime и предлагает пользователям множество функций. Возможность просматривать фото и видео в формате 360 градусов, виртуальный чат, а также создание аватара, максимально приближенного к вашему внешнему виду. Ему можно даже макияж делать и наряжать в разную одежду. Кроме того, в приложении можно устраивать мультичаты на дне океана или прямо на спутнике в космосе. Пожалуй, такая функция особенно понравится менеджерам по продажам. Пока клиент будет восхищаться пейзажами, его можно будет втюхать все что угодно. В данный момент VTime доступен не только для айфонов, но и для андроид-смартфонов, а также для Oculus Rift и Samsung Gear VR. Тем временем реальная, а не виртуальная социальная сеть Facebook тоже порадовала новой опцией. Сеть начинает поддержку трансляций 360 в режиме онлайн. Теперь свою жизнь можно будет показывать подписчикам со всех сторон. Эту хорошую новость опубликовали в официальном блоге компании. Благодаря данной опции обитатели Facebook смогут не только транслировать интересные моменты своей жизни в виртуальной реальности, но и наблюдать за мировыми новостями в режиме 360. Так, одним из первых функцию онлайн-трансляции собирается опробовать National Geographic. Канал хочет провести трансляцию с научной станцией, которая имитирует планету Марс. Функция прямых трансляций в формате 360 появится в Facebook в 2017 году. Так что к этому времени можно будет присмотреть какую-нибудь виртуальную камеру. Кстати, о камерах. Как раз на днях появилась в продаже панорамная камера для прямых трансляций. Правда, стоит она, конечно, как самолет. Маленький такой. Но зато дешевле Nokia OZO в 15 раз. Напомню, цена Nokia OZO каких-то там 45 тысяч долларов, почти как квартира на окраине Москвы. А новинка ORA 4i вроде как не хуже по функционалу, зато стоит 3 с половиной тысячи долларов. ORA 4i обещает пользователю панорамный обзор, 4К-разрешение, 3D-аудио и все это в прямом эфире. Также камера еще и транслирует всю эту красоту сразу на YouTube, ну или куда вам там надо. Записанное аудио и видео без особого труда сшивается специальной программой VideoStitch. Цена, конечно, кусается, но нервы дороже. Модели подешевле не гарантируют трансляцию без задержек, обрывов и некрасивых швов на видео. Издание The New York Times, похоже, уже обзавелось камерой 360 и теперь выпускает виртуальные проекты один за одним. В новом компания задействовала лучших актеров Голливуда. Среди них вампирша Кристен Стюарт и Натали Портман. Проект Great Performance – это серия из девяти короткометражных кинофильмов в стиле нуар, что значит черно-белое. В каждом ролике приняла участие какая-нибудь звезда. Особенной популярностью пользуются видео с Кристен Стюарт, Натали Портман и Сашей Лейн. Действие всех роликов происходит в загадочном баре, где каждый из актеров разыгрывает свою уникальную историю. Посмотреть черно-белые фильмы можно на YouTube. Лучше всего сделать это, используя виртуальные очки. Так у вас будет полный эффект присутствия на съемочной площадке. Подготовила виртуальный эксперимент из Samsung. Компания катает американцев на упряжки Санте. Ну, а чем еще заниматься в преддверии Нового года? Проект от Samsung называется The Night Before и представляет собой гибрид 5D кинотеатра и очков виртуальной реальности Samsung Gear VR. Со дня открытия VR Experience уже пользуются большим спросом среди американцев. Два аттракциона работают в Нью-Йорке, другой в Лос-Анджелесе. Все они бесплатные. Если вы не живете в Америке, но у вас есть очки от Samsung, можете тоже прокатиться в компании Оленей прямо на официальном сайте проекта. Похоже, компания Samsung таким образом пытается загладить вину за взрывающиеся фаблеты Galaxy Note 7. Кстати, компания придумала, как предотвратить взрывы устройств, которые еще гуляют на свободе. Она будет выводить их из строя прямо на расстоянии. Как известно, горячий девайс от Samsung изрядно подорвал репутацию производителя и психику несчастных владельцев своими внезапными взрывами. Пару месяцев назад Samsung запустила акцию о бесплатной замене смартфона на другой. Сейчас около 93% смартфонов Samsung Galaxy Note 7 были возвращены производителю. Остальные еще на свободе, и их умертвит новое обновление. Выходит смертоносный апдейт 19 декабря. Так что лучше сдайте смартфон в магазин, иначе он или бабахнет, или просто станет бесполезной лопатой. А наша следующая новость из серии Lifehack. В сети появилась информация, как заставить работать виртуальный шлем от Соньки без самой приставки. Если очень захотеть, его можно подключить к компьютеру. Как известно, PlayStation VR работает только в паре с родной консолью. Если покупать сразу и шлем, и приставку, получается довольно круглая сумма. Но народные умельцы придумали, как подключить PlayStation VR к обычному компу. Это можно сделать при помощи программы Trinus. Куча проводов, минимум часа времени и танцами с бубнами вокруг шлема и компьютера. В итоге шлем заработает, но задержек картинки все-таки не миновать. Кстати, сама компания Sony, узнав о таком лайфхаке, не стала выпиливать программу. Разработчики, наоборот, подумывают адаптировать шлем под компьютеры официально. Это было бы, конечно же, круто. Ну и по традиции, не обойдется наш выпуск без какой-нибудь новой виртуальной игры. А такая, к счастью, появилась. Если любите космос, роботов и шутеры, вам она точно понравится. Специально для новых контроллеров Oculus Touch вышла игра Rome Extraction. Она сделана на движке Unreal Engine. Суть игры проста — убивать врагов страшных роботов, которые нападают на вас со всех сторон. Интересная особенность игры — это возможность замедления времени. В игре ее называют рефлекс. При помощи этой функции можно сбивать с толку врагов-пришельцев. Игра чем-то напоминает шутер Road Data, но стоит в два раза дешевле, всего 356 рублей. И доступна для HTC Vive и Oculus Rift. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и у вас всегда будет хорошее настроение и новые игры в виш-листе. Всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей о 3DVR. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...